Я получила письмо счастья. Буквально после того, как я получила отписку с область здравоотдела, я получила письмо счастья. Вот оно. Так, я хожу. Я в Алюхове вообще стараюсь не ходить, потому что я могу не подняться, не спуститься. Так. И как теперь мне платить? Извините, я живу на последней копейке. Я иногда живу даже без хлеба и без сахара. Уважаемый Александр Григорьевич, наш президент, обращается к вам простая деревенская женщина. Что удивляет, что нашу просьбу отказали показать где-то, да, вот это обращение к господину Лукашенко. Зато, как один дурень ковер бьет, ногами пинает, показали в главных новостях. Они решили, что я тунеетка. Ну, извините, я все эти годы не ходила, не просила государства помощи. Мы выкручивались как могли. Мы жили, да, держали там кроликов, курей, я сейчас держу курей. Кроликов не могу, потому что колхоз запахал все земли. Сейчас негде даже накосить сено. Пробовала работать, вы знаете, в 2009 году. То есть я постаралась пройти комиссию и устроиться на работу. Но во время очередного приступа того, что я потеряла сознание, упала, сломала руку. Я четыре месяца пробыла на больничном. И мне тут же было сказано, больше ни на одну работу вы не устроитесь. С вашим состоянием здоровья. Вот, смотрите. Я не буду платить, пускай вызывают на меня в суд. Они сказали, что будем сидеть 15 суток. Ну, хорошо, ну, пускай меня с костылем заберут на 15 суток. Ну, пойду я посижу, я им там ничего сделать не смогу. Потому что на их несовести будет, если я упаду, а мне падать нельзя. Потому что у меня оперированный позвоночник, и мне падать нельзя. Я могу остаться инвалидом или умереть. Ну, если их устроит это, чтобы я упала, у них там потеряла сознание, ну, пусть дают 15 суток, но буду сидеть 15 суток.